Добрый вечер, друзья! Хочется начать говорить народным языком, но, как мне жена предупредила, фильтруй базар, когда публично что-то говоришь. Ну, как можно фильтровать базар, когда слушаешь эту бредятину и читаешь эту бредятину, которую нам с вами дают похавать. То есть покушать, это же то, что нам пишут средства массовой информации, продажные средства массовой информации. Они же для кого это все представляют? Это нам, гражданам Республики Молдовы, чтобы мы кушали на завтрак, на обед, на ужин. Чтобы не просто кушали, а чтобы глотали эту информацию, не пережевывая. Я решил сейчас, в очередной раз, публично, переживать то, переживать, переживать то, что нам представляют. Друзья, без юмора невозможно. Вот смотрите, события сегодня. Итак, некий депутат Шор, сегодня депутат. Обращаю внимание, депутат. Я потом перейду к тем, кто его избрал депутатом. Шор, Шор Монитор. Я его называю Шор Монитор. Потому что, у меня такое ощущение, что его нету в живых. А так, с записи, переодели какого-то там шизика. И вот этот шизик, мне подсказывает, спасибо девчата, пережевывать или пережевать, Ну, это просто без юмора невозможно. Я, конечно, не до смеха то, что происходит в нашей стране, но надо включать чувство юмора. Потому что, честное слово, у нас к Новому Году, если мы сами себе настроение не поднимем, то уже извините, пожалуйста, никакая, никакая Камасутра и никакой там золотой конёк и ещё что там есть для потенции, не поднимет нам настроение, если мы сами его не поднимем. Так вот, сегодня парламент, наш парламентарий, депутат, господа, Шора, депутата Шора освободили и сняли всего депутатскую неприкасаемость. И вот Шор Монитор в очной раз выскакивает на монитор и начинает утверждать, что у нас в стране такого, как сейчас, никогда не было. Что даже сами прокуроры в шоке. Вы можете себе представить, да? Маленький президент, женщина, 32 килограмма и метр двадцать, ввела в штопор всю страну. Особенно прокуроров и Шора Монитора. Так вот, Шор Монитор сегодня заявляет, что прокуроры получают указы сверху. 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 Хрен его знает, кого он имеет сверху, потому как мне Санду, ну, вот по грудь. Даже не выше подбородка. Кто там сверху может быть? Прокурором дает сверху. Слышите, да? И вот Шор Монитор оказывается знает всю информацию. Прокуроры ему звонят в Израиль, в бункер и рассказывают. Шорик, ты даже не представляешь, как тяжело прокурорам Республики Молдовы. Они все в шоке. Они все рыдают. Это сверху кто-то дает такие приказы, которые невозможно жить. Это прокуроры жалуются Шору, Монитору. И вот сам Шор Монитор говорит, что фракция душевно больных депутатов, шоровцев, будут бойкотировать заседания парламента. Мне очень интересно, а какой части населения от этого бойкота в парламенте этой группки Шора Монитора станет... Я не знаю... Что может измениться у нашего населения? Ну что, дизентерия произойдет. В худшем случае, если будет дизентерия, то только у тех сторонников Шора, которые... Шор подкидывает им там... Я не знаю, я один раз зашел в социальный магазин и сказал, я даже не представляю, как эти люди заходят и покупают это дерьмо. А вот... Вот может быть у них после этого бойкота в парламенте Шора Монитора будут какие-то изменения переваривания желудка. Вот Шор Монитор обвиняет правительство Майя Санду в установлении тоталитарного режима и урзупации государственной власти. Уважаемые граждане Республики Молдова, обращаюсь к обычным простым людям. Обращаюсь к тем, кто сегодня вкалывает в Европе, в Америке. Я однажды ночью плохо спал, не плохо спал, а плохо приехал с Украины и смотрели меня, оказывается, молдаване, которые работают в Америке. Так вот, друзья, кто на себе почувствовал, меня интересно, обычные люди, обычные граждане Республики Молдовы? Тоталитарный режим и узурпаться государственной властью. Извините. Видимо, Шор Монитор, он уже сколько лет сидит там в бункере и только по Монитору обращается к своим Шоруцам и ко всем нам, и думает, что мы все лохи. И я ему тоже решил, так, Шор Монитор с одной стороны, а Гелич Монитор с другой стороны. А что это, как-то несправедливо, понимаете, вот он сидит там, позволяет себе лапшу вешать нам на уши, а мы молча должны все это прогладывать. Нет, мы поговорим, поговорим. Сегодня есть время, скоро праздник, пообщаемся с этим мошенником. Так вот, какая усурпация государственной власти? Друзья, подавляющее большинство Республики Молдова, избиратели решили избрать эту власть. Все. Ну, также примерно ситуация была, если вы помните, кто помнит, 2001 год, когда зарплату давали калошами, если кто-то помнит, тогда в парламент, если я не ошибаюсь, коммунистов избрало 71 депутат. Тогда народ вышел и сказал, все, не хотим калоши кушать, хотим зарплату, хлеб хотим по 16 копейки, колбасу по 2,20. И в 2001 году выбрали Воронина, Воронин охренел, он даже не ожидал, что никакой пропаганды, тогда никаких не было затрат, никаких концертов не было. А люди вышли, и коммунисты сами в шоке были от того, что им дали 71 мандат в парламенте. И они 4 года управляли, имея полную, как говорит шор-монитор, тоталитарный режим, и была узурпация государственной власти. Тоже можно сказать, потому что узурпацию власти дал кто? Народ так решил. И вот сегодня шор нас упрекает, нас избирателей, кто проголосовал за партию ПАС, и за, естественно, за дюймовочку молдавскую, избрали ее президент. Он нас упрекает. Шор, слушай меня внимательно. Ты для меня салага, сосунок, мошенник первой гильде, которую тебя использовали. Тебя использовали. Кто? Наши политики. Ты трепетно носил всем субочки. 250 миллионов. Шор, ты сам признался, что ты принес кому? Филату. Филат, у Филата трусы порвались, он тебе звонил, и ты сказал, сейчас, господин Филат, сейчас я принесу. А потом, когда тебя зажали в тиски, а именно твои яички зажали в тиски, ты побежал в Национальный центр по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, и написал заявление, и указал, что я, Шор, ну, Шор, я читал это, твое заявление. Я дал премьер-министру Филату на протяжении вот такого-то периода, пока ты был управляющим банком этой экономии, взятки, общая сумма, ты же считал, ты же не просто так носил, ты же считал, сколько сумок, сколько кульков ты носил, 250 миллионов не лей, а долларов, евро, четверть миллиарда. Потом Шор ты вышел, я тебя не тянул, тебя никто вообще не тянул ни бульдозера, и ты вышел и начал мочить уже кого? Додона. И ты начал рассказывать, что, не просто рассказывать, ты пришел с клетчатой сумкой на пресс-конференцию, начал показывать всему народу, ты начал шантажировать Додона. Мол, Додон, ты там фильтруй базар. Помнишь эту сумку? Я тебе носил. Что носил? Ни картошку, ни бублики, а кое-что. Вечные загадки. Ты понимаешь, Шор, ты думаешь, что ты умник, а все мы здесь, молдавские избиратели, это все овцы, все лохи, ничего не понимаешь, что ты там носил. За исключением тех, которые за тебя голосовал. Ну, та категория, такие люди, которых сегодня носит наша молдавская земля, и которые действительно зомбированы тобою. Вот ты с шор-монитора выступаешь, и они тебя просто, они писают, и как это одновременно, когда видят, как ты перед ними так вот патриотично выступаешь и рассказываешь им байки. Но ведь ты был главный носильщик. Ты носил, потом, как ты признался, не только одну сумку до дома, но ты несколько, это твои слова, я цитирую, несколько сумок ты носил, и носил, отдавал Филату. Ты не только Филату носил, ты носил всем политикам, которые были у власти, и за это тебе разрешили дьюти-фри на границах установить и платить налоги. А потом ты хапнул аэропорт, тоже сумочки носил туда наверх. Что ты думаешь, там тебе просто так дали этот аэропорт, который ты доешь уже не первый год. Так вот, и много-много чего ты получил за то, ведь просто так, шор, я тебе как опытный волк скажу, так просто 250 миллионов ты Филату не давал. И ясно, ты сам признался в том заявлении, что эти деньги ты брал с банка и передавал Филату. Ты надеялся, что тебя спасут те, кто ненавидел Филата. Конкурент. Ты его сдал, и тебе предложили потом выручить тебя. Но власть поменялась. Те, кто тебя крышевал, сбежали, и ты тоже сзади побежал. Потому что 7,5 лет, которые тебе дали первой инстанции, это мало тебе дали. Ты должен сидеть минимум 20 лет, потому что ты под крышей, тебя крышевали, но ты носил. Ты просто носил. Носильщик такой. Бухгалтер-носильщик. Знаешь, кассир-носильщик, который, снимая деньги с банка, несет директору. Вот такого. Это такой маленький уровень, а ты большого уровня там носил. Ты на машинах тащил. Ты там сумками возил. Понимаешь? И вот ты сейчас начинаешь говорить о какой-то узурпации власти. Вот Шор Монитор говорит, то, что сегодня происходит в Республике Молдова, называется тотальным режимом и захваченным государством. Шор, я тебе сейчас хочу напомнить кое-что. Но 8 февраля 2013 года я, Гелич Федор Васильевич, мама сказала, что я Васильевич, потому что я отца не помню своего, вышел на телевидение, на пресс-конференцию, на всю страну. И не только на всю страну, но и на весь мир, я заявил, это есть в интернете мое выступление, где я сказал, это было сколько лет? 9 лет тому назад. 9 лет тому назад. 7, 8. Да, 9 лет. Почти 9. В феврале, вот, 22 года, будет 9 лет, как я первый объявил на всю страну. Что банк и декономия ежедневно, более 36 миллионов выводится денег из банка. Я живой заявитель. Я тогда не думал, чем что обернется для меня, для моей семьи, мое публичное объявление. Я бил в колокола. Шор, а ты, сучка крашеная, блин, таскал с банка деньги, этим бандитам в сумках носил. Кто из нас, кто из нас, больше любит эту страну? Ты или я? Ты патриот? Ты обыкновенный говнюк? Ты даже пальца, даже мизинца не стоишь в этой стране. Ничего не стоишь. И вот тогда, в 2013 году, в феврале, после того, когда я объявил на всю страну, все политики, все, кто сидел в парламенте, молчали как рыба. И никто, никто тебя не трогал. Ты продолжал быть администратором банка. И таскал, в 2013 году, в 2014 году, тоже, продолжал. Ладно, банк экономии, я больше говорю об этом банке, потому что это был государственный банк. Во всяком случае, контрольный пакет был государственный банк. И ты его расторобанил. Конечно, ты не один. Шор, я знаю ситуацию, я проводил расследование. При моем любимом Дадоне, я ему верил, что он честный молдавский гайдук, а он оказалась проститутка молдавская. И предал нас, меня предал, предал своих избирателей. И когда я начал ковырять вас всех в комиссии президента, и выводить всех вас соучастников кражи этих миллиардов, Дадон, которому ты носил сумки, мне сказал, мне надо никого трогать. И когда я ему не подчинился, он решил ликвидировать комиссию. Вот это тот факт, который должны все, все, кто смотрят. И ты, Шорлиц, хотя ты все знаешь. В отличие от меня, ты больше знаешь, потому что ты в сумках носил, ты знаешь, сколько ты в сумке складывал. Ты же еврей, а евреи все считают. Это лучшие бухгалтеры мира, лучшая нация, которая знает и умеет считать. Ты знал, кому ты носил, сколько носил. И списки у тебя четкие есть, и ты шантажируешь всех. Потому что, потому что, у тебя в руках тетрадка. Обыкновенная тетрадка, как в Советском Союзе была, за две копейки. И ты там пишешь фамилии, и кому сколько сумок носил. Учетчик хренов. Так вот, когда в тринадцатом году на телеканалах, на пресс-конференции я стучал. Патриот, публично говорю, что я патриот сраный был. Потому что никто не поддержал меня. Никто не реагировал на то, что я говорил. То, что я публично выступал. Никто. Все молча жили. Моя хата с краю. Ничего. Мы тихонько. А я шор. Тогда убили мой бизнес. Моя семья в тринадцатом году потерпела ужасные. Ужасные лишения. Психологические. Жена моя. А я дрался мне. против тебя вора. И тех воров, которых ты кормил. И потом вдруг, а вдруг, в четырнадцатом году, ой, мы обнаружили, что нас обокрали. вы делаете шор. Вы делаете шор. Мне легче, когда я все скажу, что я думаю. Я начинаю ненавидеть молдавского избирателя. Начинаю ненавидеть. Неужели эти люди, которые не способны, не способны думать, анализировать. Нет любви к своему дому. Нет любви к своей родине. Ведь самые страшные преступления в этой стране совершил не шор, не воронин, не филат, не плохотнюк, не дадон. Самое большое преступление в нашей стране совершили эти люди, которые голосовали за таких, как шор. Те соучастники, которые там были и носили, возили. Шор, главный кассир, бухгалтер был, который всех знает, про всех знает, кому возил сколько. А где люди были? Я хочу, я имею моральное право сегодня спросить вас, людей, почему вы меня не слышали? Я имею моральное право предъявить вам предъяву, претензию, всем. Почему вы не слышали меня? Банда экономии, после того, когда я публично в феврале 13-го года объявил об этом, хищение, что воруют, ведь можно было все остановить, но все молчали. Все молчали. Против меня началась война. Меня подали в суд. Потребовали 150 тысяч. лей банка для экономии морального ущерба за то, что я публично дискредитировал банк, объявив о хищении в банке, что это неправда. На суде пришел юрист банка, это неправда. Гелич дискредитировал, Гелич оскорбил банк. У нас все в порядке, у нас все хорошо. И после того, когда я судье показал конфиденциальные документы Международного валютного фонда, который провел аудит, через три заседания судья отказал виски против банка. Против меня, вернее, извините. И меня оправдал. И банк, где экономия даже не обжаловал это решение, промолчали. Рот закрыли и замолчали. А я продолжал говорить. Меня приглашали на телевидение. Я говорил про аэропорт, я говорил про банк. Говорил, стучал народ. Молдовы. Вы что глухие? Вы что тупые? Нас грабят. Почему все молчали? Все были беленькие, пушистенькие. Все берегли свои семьи, все берегли свои капиталы, берегли свое здоровье. Один я дебил, публично говорю, я дебил. Не заслуживает молдавский народ жертв, который понесла моя семья. Но в отличие от тебя, Шор Монитор, я не убегал. Когда в 13-м году осенью, чтобы закрыть мне рот, меня арестовали, обвинили. Четыре уголовных дела. Писед всему. Мошенничество, неуплата налоги, продажа детей. Это, блин, это просто сказка. Страна чудес. И мне сказали, пришли ко мне и говорят, Федор, беги, посадят тебя, твоих детей, твою семью. Шор, ты сосунок. В отличие от тебя, я задний ход никогда не даю. Никогда. Я сдохну, но задний ход не дам. мама, мама, когда меня родила, сказала, Детено, ты родился инвалидом. Знаешь, Шор, почему я родился инвалидом? Что у меня не хватало? А у меня не было звездочки задней передачи. Я только вперед мог ехать. Назад я никогда не давал. И вот, все дела разваливаются. Вчера очередное дело меня полностью оправдал апелляционный суд. Но я хожу порно, блин. Уже девятый год. Девятый год. А теперь, друзья, для всех зрителей, которые меня сейчас слушают, кому я должен предъявить претензию сейчас? Мои вчера друзья сказали готовый миск, чтобы моей семье и мне выплатили за все те годы, за все времена миллионные ущербы. Сколько стоит здоровье моей жены, моих детей? Я-то хрен с ним. Я, как Воронин сказал, что Гелича легче застрелить. Он был прав. Сколько стоит это все, что потеряла моя семья. И я это выставлю все государству. Государству выставлю. Наследство оставлю своим детям. До смерти буду судиться. из-за таких, как ты, Шор. Но самое главное, я хочу спросить людей, господа, я вчера задал вопрос, почему материальный ущерб надо выставлять против народа, государства? Почему моральный ущерб должно платить государство, а не те прокуроры, которые выполняли указ политиков, преступников, фабриковали дело? Такой закон. Такой закон. И прокурор, который подписывал и выполнял указания, как мне сказал один прокурор, Федор Васильевич, меня заставляли. Тебя заставляли. А кто будет отвечать теперь? Передо мной, передо моей семьей. Кто? Вы знаете, в начале я думал, я не буду требовать морального ущерба за те годы. А сейчас, когда я вижу сторонников Шора, вижу людей, которые начинают, где вы, господин Геевич, были раньше? Вы что, шоровцы? И те, которые мне задают такие тупые вопросы, вы упали с Марса или с Луны? Вы где были, когда я с 13-го года звоню в колоколы и всем, всем говорю о том, что вот, вот, преступление, нас ограбили, страну ограбили. И мы дошли сегодня до такой, такой ситуации, нищенской. одни у нас миллиардеры, миллиардеры, это мягко сказано, некоторые, вы знаете, друзья, я очень много информации получаю, работа такая. Так вот, прокуроры, некоторые прокуроры, купили замок в Исландии. это капец. Прокурор, замок в Исландии. Откуда деньги? И сегодня прошло сколько год, как президент Майя Санду удостоилась чести быть главой государства, ставит вопрос, принципиально ставит и правильно делать. И я буду поддерживать эту женщину. Потому что то, что она делает, это мне как ладом на душ. Всех бандюганов надо пересажать. Но их так много. Их так сегодня. Они такие корни пустили, что они думаете, что сложа ручки будут сегодня не будут драться, а будут так молча идти на дно и тонуть. Ничего подобного. Это сфора организованных бандюганов будут драться и самые унизительные, опять против народа скажу. Знаете, когда я читаю эти тупые высказывания оболваниновых избирателей, которые начинают, что вот все, что у нас растет, у нас удлиняется, утолщается, и виновник санду, санду виновник, сало дорожает, санду виновата, там газ подожжал, санду виновата. В каких только грехах не обвиняют президента страны. И когда я вижу, что народ такой тупой, я подумал, а что жалеть этот народ? А зачем их жалеть? Они такие. Это сегодня преступники не Платон. Платон бизнесмен, видя, что народ тупой, можно грабить, и ограбил. Правильно. И этот мораль увидела, что нет смысла бороться против коррупции с таким бестолковым народом, таким глупым избирателем. Лучше заработать бабки, живешь один раз. И вместе с Платоном усигнули в Лондон. Наверное, они сделали правильно. Вот я сегодня сижу и думаю. думаю, говоря с вами. Наверное, они сделали правильно. Не надо жалеть молдавский народ. Потому что этот народ, эти избиратели, они заслуживают то, что заслужили. Ради чего? Что я не мог, как все, сидеть зарабатывать деньги, бизнесом крутить? Какого черта я полез? Этот Робин Гуд сраный бороться за Молдаван? Когда Молдаван все устраивает. Все хорошо. И те же депутаты сегодня в парламенте, которым шор носил. Шор монитор не слазит с монитором. И его сторонники сегодня защищают его грудью. так кто эти сторонники? Самый страшный не шор. Самый опасный это вот этот народ, который его поддержит. Вот кто для меня, и я хотел это публично сказать, вот это категория преступники. Вот это самые страшные преступники. Знаете, чем они страшны и опасны для нашей страны? Дело в том, что они мало того, что низкий интеллект, они еще и продаются. И такие как Шор покупают дешево, очень дешево стоят эти избиратели. И они приводят к власти вот таких вот бандюганов воров. Вот что происходит в нашей стране, в нашей Молдове. И когда я вчера вышел с апелляционного суда, у меня было торжество справедливости и в то же время внутри меня горела ненависть, ненависть к этой стране, к этому народу. Не виноваты политики, те, которых вы приводите или мы приводим к власти, а виноваты мы, потому что мы их туда приводим. Вот Шор сегодня в парламенте освобождали Шора от депутатской неприкосновенности. Я спрашиваю избирателей шоровцев. Сколько там за Таубер в Бельцах проголосовали? 14 тысяч. Чего же вы все не перебежали перед парламентом? С Бельц не приехали? В Кишиневе шоровцы вышли на площадь, не окружили парламент и не требовали с портретом Шора? Не дадим Шора в обиду ни одного человека? А? Что произошло? Уже разлюбили Шора? Чего вы не защищаете его? Чего вы не вышли сегодня перед парламентом и Таубер в короткой юбочке? А? С грудью на распашку? Чего вы не вышли? Чего народ сидит там это Оргеевцы Бельчане там сколько 14 тысяч или сколько за Таубер проголосовали? А чего вы не вышли не защищать грудью? Денег нету не дали деньги потому что вы любите Шора когда вам дают деньги а если денег нету и протеста нету вот ваше лицо вот уважаемые господа граждане молдаване я имею ввиду и евреи и украинцы и русские молдаване для меня это все кто живут в Молдове вот ваше истинное лицо вы не заслуживаете никакого уважения и не стоит бороться за вас и рисковать жизнью своим своими близкими вы не стоите этого вас нужно доить и вот такие как Платон и Шор вас дают они делают правильно потому что вы это позволяете вы даже знаете я когда в детстве доил козу и когда молока полно она просится чтобы ее сдоили потому что ей больно и она подставляет задницу и ногу приподнимает либо лишь быстренько сдай меня вот так и вы молдавские избиратели поворачиваешь к Шору поднимаете бюстгальтер и на подай меня грубо но зато правда вот это вы молдавские избиратели позволяете чтобы вас доили и главное сами ноги поднимаете ножку подняли на бери меня вот это лицо молдавского избирателя вы не способны за себя драться вы не способны защищать свой дом свою страну и сегодня вы обвиняете кого бы вы не избрали кого не важно кого вы избрете я не знаю хоть Путина хоть там Обаму не важно вы на второй день господа молдавские избиратели вы будете поливать помоями по носам чем только угодно на второй день на второй день после выбора это лицо молдавского избирателя по другому нельзя назвать и нельзя показать вы говорите вот я читаю эти слова потому что шор монитор он сегодня говорит для нас для молдавских избирателей что прокуроры жалуются ему что началась начались пустые разговоры о запрете партии через какое-то время будет космическая нереальная ситуация при которой будут давить депутатов парламента шора вчера генеральный прокурор получил указание снять иммунитет еще с ряда наших депутатов это говорит шор монитор включая будьте смеяться снято снято по беспределу кандидата от партии шор в бельцах марину таубер вы знаете в прокуратуре все в шоке потому что прокуроры такого беспредела никогда не видели да нет клоун это мягко сказано но мне он мне нравится он молодец вот шора публично сегодня похвалю молодец потому что таких тупых зрителей как в молдове по моему нигде нет кто сегодня молится и грудью его защищает еще раз повторяю те люди которые сегодня защищают шора и ярые становятся сторонниками либо вы напились опиума либо вы наркоманы либо вы психически больные либо у вас отсутствует часть головного мозга но вы те кто этого мошенника и преступника сегодня поддерживаете вы самые опасные люди для республики молодых была бы возможность закон и возможность я бы вас изолировал отстранил от права поучаствовать в предвыборной кампании но нет такого закона не только я и другие хотели бы так же сделать отстранить потому что видать эти люди больные на голову и они идут тупо не просто не думая безмозгло что там думать чем думать если мозгов нету и вы поддерживаете вот таких политиков которые сегодня сидят в парламенте которые дали команду прокурорам и тогда прокуроры не говорили что невозможно что они такого не видели а когда рисовали про Гелича уголовные дела тогда что прокуроры а потому что платили шантажировали не все прокуроры еще раз повторяю есть честные порядочные и ко мне подходили и говорили Федор Васильевич вы даже не представляете как давят и заставляют закапывать вас я сказал прокурору слушай давай так я тебя прекрасно помню ты солдат тебя давит ты обязан выполнять передавай дело в суд а тебе спасибо за то что ты правду мне сказал и вот сегодня сегодня я принял решение я буду доить всю страну мне плевать кто будет платить мне и моей семье мне абсолютно плевать я не буду жалеть этот народ не буду потому что этот народ в 2014 году не защитил ни меня не защитил ни мою семью я один ее защищал вы все в сторонке сидели и смотрели а я как дурак дрался с этими ворами такими как Шор как Филат и которые сегодня при вашей помощи сидят в парламенте дрался за правду дрался за справедливость дрался против воров а вы народ вы поддерживали их вы за них голосовали тогда вопрос что же вы сейчас возмущаетесь чего вы сейчас ноете что невозможно пенсия маленькая чего вы ноете то что вы сегодня в парламенте объясните мне что воронин делает сейчас парламент что он совершил такое 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 сверх фантастическое что вы ему такую честь сегодня предоставили быть депутатом парламент объясните он что боролся с ворами объясните а что сегодня коммунисты когда-либо подняли вопрос о привлечении уголовной ответственности за незаконное обогащение коммунисты молчали а когда в 13 году воровали и грабили банки и сумками таскались ходили по кабинету кабинеты кто был парламент коммунисты наши партия стариков бедных рабочих и крестьян все молчали я спрошу вас молдавский народ почему они сегодня какой подвиг они совершили они ли не они ли виновны за то что все происходило а из партии в партию перебегали ну вспомните от коммунистов побежали демократов 200 300 тысяч евро давали депутату каждому кто перейдет к плохотнику в демпартию а сколько шор давал этим депутатам которые после с демпартией бежали к партии шор перешли что так сложно это вот здесь вот переварить товарищ молдавский избиратель неужели у нас в стране нет умных людей и поэтому я имею моральное право теперь вас спросить я не буду вас жалеть больше вы не достойны не стоит свою жизнь свою жизнь самое дорогое что есть у каждого человека посвящать народу который народ не ценит и не понимает что я дрался за свой дом который называется Молдова у меня есть факты они есть до сих пор в интернете когда я 9 лет назад еще молодой был 9 лет прошло и что что только перенес знает только я и моя семья а вы сегодня молдавский избиратель сообщники я имею право вам публично сказать вы сообщники кто привел в парламент таких как шор вы сообщники каражи а теперь хавайте то что вы заслужили хавайте то что вы своими руками сотворили вот что друзья хотел сказать извините по-другому не могу то что думаю озвучиваю потому что то что я говорю это говорит моя душа раненая израненной порезанная где любви никакой не осталось только месть только злоба и меня кто-то будет в этом обвинять что у меня осталось внутри я стал ненавидеть молдавский народ я публично впервые говорю потому что вы предали вы предаете эту страну и вы еще предъявляете претензии к этой маленькой женщине которая взяла тянуть эту страну но поменяете не понравится я хочу посмотреть дальше посмотрим кого вы изберете выбираете додона опять выбираете вот шора президента выбираете таубер воронина делать сделать нечего а умным молодым ребятам я хочу сказать ребят додона